Судьи, они на то и судьи, чтобы неукоснительно поступать так, как велит закон, и если ты его нарушил, жди наказание. Так, судья округа Ранзас, что в Техасе Уильям Адамс, дал отведать ремня своей 16-летней дочери за то, что она пользовалась нелегальным файлообменником. Случилось это в 2004 году. А уже в 2011-м повзрослевшая дочь выложила видео с той самой поркой в интернет. И теперь карьера самого судьи находится под большим вопросом. Это Точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. У некоторых пользователей во Вконтакте можно найти видео с флешмобом, который, если верить описанию, прошел в октябре 2009-го. Это, наверное, один из самых ярких флешмобов, которые проходили в Тюмени. Состоялся он в одном из торговых центров города, излюбленном месте моберов. Качество видео оставляет желать лучшего, однако это не мешает разобраться, что к чему. Сначала все выглядело по-будничному. Люди, входящие и выходящие из бутиков, посетители, отдыхающие возле фонтана. Внимание мог привлечь разве что молодой человек в длинном черном пальто. Даже плохое качество видео не способно утаить схожесть с персонажем из фильма «Матрица». Впрочем, на этом совпадение не закончилось. Нео что-то не поделил с молодой, но горячие особые все дружно схватились за оружие. Под словом «все» имеется в виду добрая часть посетителей на первом этаже. Что послужило сигналом к первому выстрелу неизвестно, однако действующие лица этой реалити-пьесы по команде разом оказались на земле. Потом, конечно, все дружно встали и поаплодировали друг другу, хотя по законам флешмоба должны были бы разойтись, как ни в чем не бывало, но, видимо, не смогли сдержать эмоции. На портале adamthuman.ru работает сервис, позволяющий гражданам направлять свои вопросы в адрес областного правительства и получать на них компетентные ответы. Очередной такой вопрос был получен от анонимного пользователя. Ответ подготовил Управление лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области. Как и следовало ожидать, за продажу алкоголя детям предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. С указанной даты продавец, непосредственно продавший алкоголь несовершеннолетним, может быть привлечен к уголовной ответственности, если указанное нарушение было совершено неоднократно. За однократное аналогичное нарушение продавец, должностное лицо организации, а также сама организация привлекается к административной ответственности. Кроме того, законом предусмотрена возможность аннулировать лицензию во внесудебном порядке. Портал Megatumen запустил новый конкурс под названием «Лучший букет невесты». Красочные фотографии с обворожительными невестами теперь украшают сайт megatumen.ru. Все потому, что портал запустил новый конкурс, в котором разыгрывается сертификат на 10 тысяч рублей от спортивно-оздоровительного комплекса. Конкурс будет интересен в первую очередь молодоженам и тем, кто недавно связал себя узами брака. Нужно отправить фотографию невесты с букетом на электронную почту нечаево25собакоджмейл.ком. Фото будет выставлено на онлайн-голосование. Чей снимок наберет больше всего голосов, тот и получит сертификат на кругленькую сумму. Интересно, что будут оценивать пользователи в первую очередь, букет или невесту? Хотя, наверное, это личное дело каждого. Конкурс продлится до 30 ноября. Все подробности на портале megahuman.ru. Это была программа «Точнее.Ру» и в конце посмотрим кое-что интересное из видеохостинга YouTube. «Точнее.Ру» «Да.Ру.Ру» «Точнее.Ру» «Точнее.Ру-нisse. Churchill.Ру» «Счаевайering разумеет приятели...» «Ругля oke». Субтитры сделал DimaTorzok